Идея о том, что в поэзии о странности, как бы ненадежности и непрочности тех связей между словами и между вещами, которые возникают в поэзии, мне кажется, вышедшая совсем недавно и очень большое впечатление на меня, произведшая книга Николая Барабанова, из которой я решил прочесть то же о гостеприиме. Если встречу Настеньку, я скажу, пойдем я тебе каким-нибудь супчиком накормлю, или думаю, я желтеющий, скрюченный персонаж, ты мой малыш, мой кроличек, воды дашь, или мне маму лелеять, маму на шейпинг, чтобы бегала сыночку за пивом предсмертным, чтобы современность ее дарила, просьбанной об элитном дорогостоящем пиве, чтобы современность в углу стишки икропала, пока будучность кротичком глядит сиротливо. И напоследок я решил, что логично прочесть что-то из Дашевского, учитывая то, что я говорил о нем вначале. Да, в общем, я не буду это повторять, поэтому я просто прочту стихотворение, это будет, собственно, Дума Ивана Чая. Я прошел через парк, кора серая, кроны шумнее, чу, иван-чай звенит в свою дуну, бывает дрема в грунте, где негромкий мрак, там в страхе моей барбача, я счастлив был. Потом я вышел на свет, похож на зарю, как брат, на новое счастье рассчитывая, но мне не по себе. Мне очень сложно было выбирать, я подошла к стеллажу, взяла первые книжки вот так вот, но сейчас, наверное, тоже не все зашло. Вот эта точность и это желание, силе каких-то слов, она вот в том числе и у меня порождает вопросы, в цихотворениях много вопросов. Вот Поплавский, вот в этом тоже, в этом, моя зима, известна ситуация, Борис Поплавский. Рождество, Рождество, отчего же такое молчание, отчего все темно и очерчено в четко везде? За стеной Новый год, запоздало в трамваях звучание, затихает вдали, поднимаясь к полярной звезде. Как все чисто и пусто, как все безучастно на свете, все застыло, как лед, все к луне обратилось давно. Тихо колокол звякнул, на брошенной кем-то газете нарисована елка, как странно смотреть на нее. Тихо в черном саду, диск луны отражается в лейке. Есть ли елка в аду, как встречают в тюрьме Рождество. Далеко за луной и высоко, над жесткой скамейкой, безнадежно, безмятежно, бездешно, влечное звездо, торжество. Стихотворение Владимира Набокова, которое я претестировала в тексте к этому вечеру, которое, собственно, для меня, я его узнала очень-очень-очень давно, и с тех пор как пришло понимание каких-то конкретных вещей, к которым я хочу стремиться не к смене, а к жизни. Владимир Набокова, с серого севера, вот пришли эти снимки. Жизнь успела на все погасить, не дай мне. Знакомое дерево вырастает из дыни. Вот на лугу шоссе, дом с колоннами, ой, дичь. Почти мне к себе до сих пор еще удалось бы пройти. Так бывало купальщикам, в морском песке, приносится мальчикам кое-что в кулачке. Все, от камушка этого, с каймой фиолетовым, до стеклышка матом, зеленоватого, он приносит торжественно. Вот это батт, вот это рождественно. Что касается Шваба, мне кажется, там вот такой странный момент, что этот автор, он как бы вот то-то, да? Но вот эта вещь, которая вносит.